Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 21 главе книги пророка Исаии Иерусалимского. 21 глава содержит несколько пророчеств о ближневосточных народах, близких и далеких соседях Иерусалима и о том, что происходит с этими народами в водовороте завоеваний бесконечных, ассирийских и прочих, последовавших за ними. И в частности, как уже один раз пророк говорил о судьбе Вавилона, которая будет подвержена власти других стран. И вот о Вавилоне снова он говорит пророчество о пустыне Приморской. «Как бури на юге носятся, так идет разрушитель на землю вавилонскую от Мидии и Элама». Ну, действительно, Мидо-Персидская держава, включавшая в себя и Элам, в конечном итоге и погубила Вавилонское царство, которое существовало и возвышалось на Ближнем Востоке достаточно непродолжительное время, еще более короткое, чем, скажем, там, ассирийцы. Вот. И пророк говорит, грозное видение показано мне, грабитель грабит, опустошитель опустошает, восходи Елам, осаждай Мид. Речь, таким образом, идет о том, что Эламитяне и Мидиане разрушают вот Вавилон, и всем страданиям ее приходит конец. И пророк говорит, от этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. И надо, пожалуй, обратить внимание на это выражение. Муки схватили меня, как муки рождающей. Оно еще не один раз встречается в библейском тексте, чаще в другом контексте. Не так, как здесь. По-видимому, все же это идиоматическое выражение, которое, вероятно, говорит о том, что что-то мучительное происходит с людьми, и в результате этих мучений рождается нечто новое. Как Осия говорит, довольно тебе стоять в положении нерождающихся детей, и тоже говорит об этих муках рождения и другие пророки. Здесь Исаия применяет эту идиому к Вавилонскому царству, где в муках рождается нечто новое, раньше не бывшее. Когда мы видим в других местах в отношении Израиля подобные выражения о муках рождения, тоже важно вспомнить и о распространенности идиомы, и о том, что так пророки описывают внешние какие-то завоевания любой страны, в данном случае у Вавилона. «Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня», и дальше целый ряд поэтических строк описывает сильное впечатление, ужас, перепугность, если хотите, и тревогу. И Господь говорит, вот вы готовитесь пиршествовать, как пир во время чумы, а надо на самом деле готовиться к битве за Вавилон. «Пойди поставь сторожа», говорит Господь, пусть он говорит о том, что видит. «И сторож говорит, на страже стоял я, и вот едут всадники, и пал Вавилон». Трудно сказать. Формально, конечно, все это говорится, по-видимому, вавилонским князьям, но с не меньшим, может быть, основанием следует это обратить к князьям Иерусалима, которые призваны поставить сторожа и взирать, и видеть, как приходят всадники и приносят с собой запустение. И вот этот сторож говорит, «Потом он возгласил и сказал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Себя самого пророк тоже сравнивает с этим стражем, с этим стражем, который наблюдает за действиями Бога. И поэтому он говорит, что «слышал я от Господа Саваофа, то и возвестим вам». Дальше краткое пророчество о Эдоме, соседнем с Израилем народе, и у Эдумеяных, и их стране. И вот само по себе это короткое пророчество в логике предыдущего. Начинается обращение к сторожу. «Мне, — говорит, — пророк, — кричат из Эдома, сколько ночи, сторож, сколько ночи, как долго еще будет ночь, как долго еще пребывать в тьме, когда наступит утро». И вот сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. И это тоже на самом деле очень важное, прекрасное, удивительное выражение, удивительный образ пророка, который говорит о будущем, о приближающихся временах, которые обязательно будут. Приближается утро. И мы знаем об этом, мы на это надеемся, «Но сейчас еще пребываем во мраке». Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, обратитесь и приходите. Речь таким образом идет о Иерусалиме. Если вам действительно уже этот мрак не в моготу, и вы нуждаетесь в том, чтобы пришло утро, обратитесь и приходите к Господу Саваофу. Ну и, наконец, еще последний фрагмент 21 главы говорит о Аравии, пророчество об Аравии. И вот в лесу аравийском ночуйте караваны деданские. Тогда еще были какие-то леса в Аравии, хотя тоже далеко не повсеместно. И вот призыв пророка, вот какой, «Живущий в земле эфимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они бегут от меча обнаженного и от лука натянутого». Вот так пророк предлагает относиться к беженцам, которые бегут от меча обнаженного, от лука натянутого. «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». Таким образом, он считает, что перед Богом именно это будет правдой. «Не процедите сквозь зубы, ну ладно уж, приходите, так и быть, поживите, а бегите с водой навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». Знаете, это тоже такой пункт, о котором современному человеку более чем стоит задуматься. Продолжение следует...